Приветствую вас, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Rover City. Сегодня у нас будет новый формат роликов, он у нас сегодня будет разговорный. Сегодня мы разберем с вами вторичный рынок на популярном сайте, который вы все прекрасно знаете. Расскажем про нюансы, также поможем вам с выбором автомобиля, плюсы-минусы расскажем данных моделей. Хотел бы отметить самое главное, гарантии на сайте вам никто не даст. Также в автосалоне, если вы автомобиль будете покупать, тоже гарантии никто не даст. Всегда делайте диагностику в сервисе, но если вы пригоните к нам, мы сделаем его в лучшем виде, так как у нас большой опыт обращения с автомобилями Land Rover и Jaguar. Ну что, приступим? А помогать мне в обзоре будет Владимир, это наш эксперт и по совместительству директор техцентра Rover City. Мы будем обозревать три модели семейства Land Rover. На первом месте у нас будет Freelander 2, Dorest, на втором у нас будет Discovery 3 и на третьем у нас будет Land Rover, совершенно новый в кузове Solga. И спросите, почему мы именно эти три модели выбрали? Ну, ответ простой, это самые продаваемые автомобили. А поможет нам в этом популярный сайт, не буду говорить какой, так как они нам не заплатили. И самое интересное в этих автомобилях, особенно что касается Range Rover, что ключевую особенность в стоимости этого автомобиля не год выпуска, а его текущее состояние и комплектация. Ну и первая модель у нас будет это Land Rover Freelander, причем Land Rover Freelander второй, так как его часто продают на сайте, который мы сейчас мониторим. Итак, это явно затоталенный образец, смысла его покупать нет, если вы не умеете его восстанавливать собственными силами, грубо говоря, за бесплатную. Ну и как бы явно видно, что нарушена геометрия уже самого автомобиля и по сути это куча запчастей, автозапчастей. То есть наш вердикт какой? Не советуем только автомобили? Нет, кузовные детали на Land Rover очень дорогие и я вообще не советую связываться с кузовным ремонтом Land Rover, а тем более покупать автомобиль с какими-то кузовными повреждениями. Что у нас следующее идет? Опять Freelander уже седьмого года, цена 670 тысяч, я так понимаю, это прям серединка рынка. То есть за эту сумму можно найти хороший Freelander. Вот я в принципе выбрал. Владимир, как на ваш взгляд? Ну здесь у меня самое первое замечание, это к фотографиям, которые сделаны на автомойке. Здесь не поймешь, какого по фотографии, хотя бы приблизительно состояния лакрасочного покрытия, она мокрая, блестит. Ну и складывается ошибочное мнение, что кузов в идеале. В чем я лично сомневаюсь. Это неправильный подход изначально. Ну тут вот даже вижу, то есть на предыдущем фото. Сидение протертое, да, сидение. Да и так состояние пластиковое уже в довольно-таки плачевном состоянии. Ну то есть эту машину вообще есть смысл смотреть? Да нет, ну конечно, можно смотреть, ехать, смотреть, обращаться на станцию технического обслуживания о том, что с целью проверить автомобиль. Пробег, да, пробег можно посмотреть по train response. В принципе на этом автомобиле он установлен. Train response это помощь водителю в разных режимах движения, там бездорожье, снег, песок. И автомобиль, блок управления записывает сколько он в каждом режиме проехал. И он должен соответствовать именно вот этому пробегу. Кстати, тут двигатель бензиновый 3.2, 233 лошади. Как вообще? Двигатель проблемный, нет? Я бы так сказал, 3.2 двигатель в принципе не проблемный, его проблемно потом ремонтировать. Ну и как бы он не экономичный, с дизельным агрегатом, там 2.2 дизель, он намного экономичнее. И в эксплуатации он более практичный. Хотя на 2.2 двигатель такой очень громкий, вибрация постоянно присутствует. Но опять же на любителя. Покупая машину с бензиновым двигателем такого класса, нужно рассчитывать, что расход будет под 15 литров, это точно. Перемещаемся на самый верх рынка. А вот 2008 год, это, я напоминаю, это самый топ рынка, самая максимальная цена, которую я нашел, именно за второй, получается, 2006-2010 год выпуска. Увидел, да, то, что две фотки только перед и зад. Здесь как бы вроде как лаконично все понятно, два хозяина, 60 тысяч пробега. Ну, честно, я не понимаю таких людей, которые выкладывают. Ничего такого не вижу я в этом автомобиле на 1 миллион 600 тысяч рублей. Хотя, если разобраться, здесь год в 2008 автомобилю получается 14 лет. По технической оснащенности на сегодняшний день, ну, пускай даже сравнение, по такой же, по техническим характеристикам, новый автомобиль ты за 1 миллион 600 не купишь. Ну, если брать, там, Hyundai Santa Fe или что-то в этом роде, там, по-моему, 2400 начинаются цены, ну, что-то такое. Там, там, Nissan X-Trail примерно, да, такой же по вместительности. 1 миллион 600, на мой взгляд, это дорого. Я бы себе не купил бы этот автомобиль за такие деньги, которому уже 14 лет. И не важно, что у него пробег 60 тысяч, все равно там все резинки все это дубеют, все это выходит из строя, поэтому... Средняя цена получается у нас 700 тысяч рублей, то есть за 700 тысяч рублей смело можно взять какой-нибудь Freelander года, так скажем, 7-8 и ездить спокойно, правильно? 700 тысяч, в принципе, нормальная цена за этот автомобиль, но нужно опять быть готовым, что можно попасть на дорогостоящий ремонт, допустим, такой, как ремонт турбины, если это дизельный двигатель или если это эко-буст, тоже там проблем, куча всяких. Ну, после автомобиля Freelander с его ценой LAMM 600 перемещаемся смело к следующему автомобилю, это у нас Discovery 3, причем, предположительно, 4-го, 9-го года, это дорестайлинг. Во-первых, я, насколько знаю, у Владимира автомобиль Discovery, тоже третий, вот и сейчас заодно он нам скажет отзыв. Как автомобиль-то? Отличный. Отличный? Да. Двигатель там 2,7 стоит? 2,7, все как надо. Все как надо. Что можем, например, про него сказать? Автомобиль 2007 года, а, нет, 2009 года выпуска, причем он стоил, на сотню он снизил цену, стоил LAMM 100, и теперь вот он поставил его в миллион. Ну, это, судя по фото, это автосалон, да? Ну, я так скажу, даже то, что он на 20-х дисках от Range Rover, это не значит, что он стоит миллион рублей. Что отличает этот автомобиль, во-первых, это Logic 7, аукустическая система, это немножко, так сказать, топовая система. Мультируль, управление телефоном на руле, можно подключить даже современный телефон к этому автомобилю. Все остальное начищено, наблещено, руль отмыто, все отмыто, что смогли, отмыли. В принципе, здесь ничего такого нет, память сидения, управление, то есть, в принципе, такой незагвазненный, у них вот эта боковая часть подушки затирается, здесь они или подкрасили, или она действительно там с небольшим пробегом. Третий ряд сидений в хорошем состоянии, но на нем, как правило, мало кто ездит. Ну, машина в очень богатой комплектации, конечно, расписали здесь профессионально в автосалоне. Скидка, скидка, большими буквами еще и выделили. Ну, это классическое, скажем так, описание любого автосалона, мы вам предоставим скидку, все такое, но по факту может быть другое. Надеяться на честную цену в автосалоне, это глупо, потому что автосалон изначально, продавая автомобиль, он уже захочет заработать денег. Так ничего не могу сказать, внешний автомобиль в хорошем состоянии, видно, что профессионально подготовили его к продажам. Ну, я скажу, что Discovery 3 от 765 уже можно ехать смотреть. То есть, это нормально, адекватная цена, да? Да, можно уже ехать смотреть, все, что дешевле, скорее всего, там какие-то проблемы. Присутствуют или юридические, или технические. По Discovery 3, в принципе, все понятно. У них цена плюс-минус одинаковая. Сейчас коротко посмотрим, что у нас есть здесь намного... Самый дешевый экземпляр. Самый дешевый экземпляр у нас, естественно, будет 1500, наверное. Да, вот как раз-таки 500 тысяч, 519 тысяч. Что про него мы можем сказать? Про него можно сказать то, что он, во-первых, седьмого года с пробегом 300к, что это уже настораживает, потому что у них как раз-таки, по-моему, при таком пробеге случаются все болячки. Да нет, болячки там могут случиться и на 50 тысяч километрах. Да, это далеко не показатель. И там редкие Discovery просто доезжают до этого побега с родным двигателем. С родным двигателем. Какие болячки у них? Это, по-моему, все вокруг и знают, что это мотор. Если стоит там 2,7, то это все. Многие даже ребята говорили, в комментариях писали, у меня вот стоит 2,7 двигатель. Что мне с ним делать, когда я покупаю с этим двигателем? Как раз Владимир нам скажет. И ездить, почаще менять масло и надеяться на чудо. Это вот из серии иконочки поставить. Ну, просто нужно быть готовым к тому, что он может в самый неподходящий момент выйти из строя. И вам придется вызывать эвакуатор и куда-то ехать на его ремонт. Ремонт двигателя 2,7 от 350 тысяч сейчас по рынку. Покупать машину с уже сломанным двигателем не рекомендую, потому что это большой сюрприз, вы его проверить не сможете. И кроме сломанного двигателя, там может оказаться еще хуже всего вышедшего из строя. Итог такой, то, что можно купить автомобиль в хорошем состоянии. От 750 до миллиона. Все, что ниже, надо проверять, ездить. Желательно приехать в сервис специализированный. А мы являемся специализированным сервисом по ремонту таких автомобилей, как Land Rover и Jaguar. У нас можно провести полную диагностику. По скольким пунктам, напомните? По 55 пунктам можно провести комплексную диагностику и определить как раз-таки исправность или неисправность данного автомобиля. Ну и под эту ноту мы перемещаемся к следующему автомобилю. Следующему марке автомобиля. Это у нас очень, скажем так, лухари автомобиль Land Rover. Range Rover 2013 года в кузове Salga? Да, ну это не марка, а модель. Модель, модель, да. Модель автомобиля Range Rover. Именно, на мой взгляд, это идеальный автомобиль вообще на все случаи жизни. К автомобилю очень много у всех претензий, очень много там всяких замечаний, еще что-то там часто ломается. Но в 90% случаев поломки этого автомобиля – это вина самих владельцев. Забивают? Конечно. Во-первых, покупая автомобиль за несколько миллионов рублей, Range Rover, нужно понимать, насколько ты сможешь его содержать. Автомобиль к себе требует очень бережного обслуживания, капризные здесь узлы, агрегаты, очень много слабых мест в этом автомобиле. Нужно своевременно менять расходные материалы, масла в коробках, в мостах, ну в коробке, в раздатке, в мостах, в двигателе, как можно чаще менять масло обязательно. Если купить этот автомобиль и обслуживаться в гаражном сервисе, который понятия не имеет, что вообще с ним делать, это реально дорога вообще в преисподнюю никуда и попадутся на большие деньги. Реально за ремонт этого автомобиля можно отдать стоимость больше, чем он сам стоит. То есть, если я покупаю автомобиль за 3 миллиона, то есть я еще могу 3 миллиона вложить в него? Вообще как нечего делать. Это трехлитровый дизель. Это автомобиль, ну такой, короче, для понтов. Для понтов. Да, ну в общем, короче, большого смысла с трехлитровым дизелем брать его нет, потому что, во-первых, мотор проблемный и он, откровенно, он очень слаб для этого автомобиля. И, в общем, короче, просто, и, как правило, с таким двигателем покупают для того, чтобы был просто рейнджровер и все. Если смотреть эти автомобили, то явно не с трехлитровым двигателем. Вот у нас есть рейнджровер, то же самое, трехлитровый двигатель. Но здесь уже 340 сил. Там 249 было, а здесь 340. Сейчас меня вызывать. В трехлитровом двигателе это, скорее всего, бензин они имели в виду. А, ну да. Но, опять же, мотор работает, грубо говоря, на пределах своих возможностей. Да, в Ягуаре этот мотор живет отлично. 3 литра, суперчаш, вообще шикарно живет. Вот. В рейнже, ну, не нужно его брать, рейнджа с этим мотором. Это вообще даже однозначно. Давай посмотрим, что у нас тут еще есть. У нас есть... 4,4. Шикарный мотор. Ну, это, смотри, как раз-таки я выбрал это самый низ рынка. 2 миллиона 150. Вот, это битый. Ну, поэтому и цена такая. То есть, поэтому он и стоит. Там, вон, видишь, он там вкреченный. Уже его там пытались сделать. На него натянули морду. До ума не довели, потому что, ну, просто не смогли. Дорого. Потому что дорого, да. Тем более, видно, что отстрелили подушки. Это тоже куча денег. И, в общем, все в этом роде. Есть вот здесь вот... Ну, это вообще, конечно, лакшери. Это самое лухари. За 13 миллионов. Автомобиль для тех, кто ездит сзади, на заднем сиденье, да. Здесь есть специальные кнопочки, которые... Давай откроем побольше, чтобы вы видели. Которые, нажимая, можно унижать спереди сидящего пассажира. Я, кстати, да, видел такое. Если покупаешь рейндж-ровер чисто для понтов, для того, чтобы у тебя есть рейндж-ровер, в общем, у меня есть рейндж-ровер, да, как бы на слогах, но можно купить 3 литра. Если покупаешь рейндж-ровер для того, чтобы он тебя радовал, ездил, наверное, с удовольствием, можно посмотреть 4,4 дизель, можно посмотреть 5-литровый суперчарж, шикарные моторы, отлично едет, в общем, и все вообще отлично с этими автомобилями, и можно ездить и получать удовольствие от езды на нем. Но, опять же, не забывать, что в случае чего это очень дорогое удовольствие, за которое при неправильном обращении придется платить. Придется платить большую копейку. Итак, давайте подведем итог. Посмотрели мы рейндж-ровер, то есть ценовой диапазон, за сколько его можно взять? То есть за 3,5 миллиона можно вполне хороший взять ленд-ровер? Именно рейндж-ровер. Рейндж-ровер именно его. Если осматривать, да, в Солгу, то за 3,5 миллиона можно уже. Все. Здесь, еще раз повторюсь, год выпуска, он такой условный. Здесь техническое состояние автомобиля гораздо больше имеет значение, чем год его выпуска. И покупая рейндж-ровер, но имея возможность содержать, грубо говоря, ладу-гранту только, но это бесполезная покупка, она вам только будет стоить кучу денег. Поэтому, да, если вы хотите купить ленд-ровер, ленд-ровер покупать можно. Есть разные модели, от бюджетных там фрилендеров, настоящих бездорожников, это Discovery, до премиальных рейндж-роверов. Цены разные, комплектации разные. И, соответственно, есть из чего выбрать, обязательно нужно делать диагностику перед покупкой и обязательно следить за своим автомобилем. Расходные материалы по сравнению с прошлым годом выросли не так уж сильно на эти автомобили. Если помониторить рынок, то автомобили марки ленд-ровер, они меньше всего, наверное, подорожали среди всех остальных автомобилей. И поэтому они стали еще более привлекательны к покупке. Бояться их не нужно. Нужно просто найти хороший техцентр, в котором вы будете обслуживаться. На самом деле это недорого. Это вполне себе может позволить любой человек, который купит себе автомобиль марки ленд-ровер. Ленд-ровер. Весь ролик был наше субъективное мнение. То есть, это лично наше мнение. Основывается оно на опыте Владимира, так как он очень давно, уже более 10 лет, по-моему, занимаетесь, да? Более 10 лет занимается автомобилем марки ленд-ровер. И все это время он проработал у нас в техцентре. Сначала начинал от мастеров. Ну, а теперь товарищ директор. Это директор техцентра ровер-сити. Пишите в комментарии, если видите, какие-то конкретные модели разобрать. Если вам что-то было непонятно или интересно узнать побольше пары определенной модели, вы можете написать в комментариях. Также оцените наше видео лайком и жмите на колку, чтобы быть в курсе, когда выходят у нас самые интересные ролики. С вами был Владимир и Юрий. Всего доброго. Поменьше ломайтесь. И выбирайте только качественные техцентры, каким мы являемся. Всем пока. До свидания. Уходим в закат. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok